Всем любителям фильма привидения посвящается. Помнишь там, где он пытался крышку сдвинуть? Причем это центр Манхэттена. Страшное. Запах непередаваемо отвратный. Абсолютно ужасный. Облезло. Я не удивлюсь, если мы здесь встретим. А кстати, я в прошлый раз видел. Там иногда ловит крыс. Вообще метро в Нью-Йорке очень функциональное. Конечно удобное. Потому что чем пробиваться по Манхэттену по пробкам на дорогом такси, лучше ехать на метро. Но вид у него своеобразный. И не всегда презентабельный. Да, запашок еще тот. Мы сейчас ехали, ехали, ехали. А потом... Характерная особенность Нью-Йоркского метро. Пожалуй, нигде такого мы еще не встречали. Вот нельзя в нем расслабляться. Вообще ни на секунду. Постоянно, практически каждый день мы встречаемся с тем, что просят всех выйти. Вот. Или первые три вагона едет туда, куда ты хотел. А последние три вагона едет в другое место. Учитывая, что все это объявляет, конечно, но объявляет очень быстро. И вот так... И ничего не понятно. Вот мы сейчас съехали, мирно себе, в аэропорт. Никого не трогали. Что-то они прожужжали. Ни одни мы как бы не поняли. Потому что вот ребята тоже с чемоданами, тоже как бы сидели за последними. Хорошо. Единственное, что хорошо. Когда они все это объявляют, для таких ребят, как мы, сотрудник все-таки проходит по вагонам. И говорит, что типа, если вы в аэропорт, ну видишь, что мы с чемоданами. Выходите, мы дальше не едем. Ну, я не знаю, по всем ли вагонам проходит такое событие. Нам повезло. Несмотря на то, что я уже держал двери, чтобы дети выскочили. Все это было достаточно экстремально. Поэтому, даже если вы знаете, что вы на своей ветке. И четко знаете, что вот по карте вы доезжаете правильно. Не расслабляйтесь. Еще не факт, что вы доедете. Поэтому старайтесь служить и присматриваться. К поведению других людей. С чемоданами. С большими чемоданами. Вот ребята на нас смотрели, смотрят, мы выскочили. И они выскочили. Все выскочили. Да, все выскочили, потому что он куда-то в другое место поехал. Ждем следующего. Ну, да, еще люди. Смотрите, они спокойно собираются. Ну видно, им подходит то, что им сказали. Вот нам не подходило. Нам осталось ехать, по моим понятиям, одну или две остановки. На бац, и мы выскочили. Ждем теперь следующего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok